На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Завтра состоятся вторые поединки полуфинальных серий чемпионата Беларуси по мини-футболу. В 18.00 на паркете спорткомплекса «Локомотив» сойдутся два гомельских коллектива «БЧ» и «ВРЗМ». Первый поединок, напомню, завершился минимальной победой железнодорожников. Они же будут номинальными хозяевами в завтрашнем матче. В Минске в 19.00 начнется поединок между столицей и Витеном. В этой паре впереди аршанская команда. Напомню, что полуфинальные серии проходят до двух побед одной из команд. Завершился групповой этап первого сезона Белорусской футбольной лиги девушек. По его итогам победители восьми дивизионов сойдутся в Минске в финальном этапе. Организатор лиги Белорусской федерации футбола при поддержке FIFA. В первом сезоне турнира участвует 60 команд. Возраст футболисток не превышает 13 лет. Дружины по территориальному принципу разделили на восемь дивизионов, которые назвали именами известных белорусок. Дивизион, который играл в Гомеле, носил имя революционерки Эмилии Плятор. За путевку в Минск здесь боролись восемь команд. Это из Гомеля, Гомельского района, Речицы, Добруша, Лоева, Калинковичи и Мозыря. Главная особенность футбольной лиги девушек – предельная доступность. Среди участников есть как профессионалы, воспитанницы спортивных школ, так и те, кто только осваивает футбольные азы. Из последних, кстати, команда средней школы номер 6 Калинковичей. Мы заявили своей командой, именно как школьная команда, поэтому мы в самом низу таблицы турнирной. Ну, нам нравится, мы как дворовая больше команда. Конечно, девчонки и некоторые вообще только начали первый раз играть благодаря этому турниру. Были несколько девочек, которые уже играли, вот они нашли себя. Они нашли сегодня здесь друзей, за них болеют другие команды. Сигаться с профессионалами пока непросто. Там за 14 туров калинковические девушки одержали только одну победу. Обыграны Мазырянки 2-0. Пасовались, как бы мы играли командой, и мы смогли забить два гола. Вообще футбол – это интересная игра, спортивная в нем. Можно заниматься, пасоваться. Есть друзья, с которыми можно познакомиться и вообще. В итоге в турнирной таблице калинковические футболистки расположились на предпоследнем месте. Однако воспитанницы Елены Отчик не отчаивают сам все успехи. С победителем интриги не получилось. Команда Гомельской из Дюшер номер 8 одержала 12 побед в 14 поединках. И отправится на финальный этап футбольной лиги девушек, который 9 июня пройдет в Минске. В Гомеле на стадионе «Луч» прошли областные олимпийские дни молодежи по легкой атлетике. Возраст спортсменов – 17 лет и моложе. В командном зачете в категории городов лучшими стали спортсмены из Жлобина. Вторая сумма баллов у реческих атлетов, третья – у мозыльских. В категории районов победили представители хойников. На втором месте расположилась команда из Ельска. На третьем – из Добруша. По итогам областных олимпийских дней молодежи будет сформирована команда на республиканские соревнования, которые пройдут с 17 по 19 июня в городе Гродно. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова